Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, кто давно следит за моим творчеством? Недавно во вкладке сюжеты я оставляла такую информацию, что скоро расскажу о конечном результате вот этой моей сумки. Я понимаю, что идея моих сумок, может быть, кому-то приелась, но надеюсь, что кому-то моя идея понравится. Итак, окончательный вариант сумки готов. Сейчас показываю очень-очень близко. Через какое-то время покажу, как это выглядит на столе и расскажу, как можно связать приблизительно похожий ремень для сумки для рюкзака. А сейчас немножко об этом процессе. Что же здесь изменилось? Посмотрите, сумка приняла совершенно другой вид. Во-первых, вот здесь вот я продела шнурок джутовый, который внутри сумки завязывается и затягивается. Все это лучше покажу на столе. И сумка приобретает совершенно другую форму. То есть она получает с такой трапециевидной формы. Как вы помните, это был просто пакет. Но поскольку я решила сумочку модернизировать, улучшить, и чтобы ее можно было носить через плечо, и для максимального комфорта, конечно же, нужно было изменить форму сумки. Поэтому я приняла решение, продев вот здесь вот джутовый шнурок, его не видно, но тем самым я придала форму сумке. И связала, естественно, ремешок. Ремешок связан крючком 2,75, обычные столбики без накида. Мне очень пригодилась фурнитура со старой сумки. Вот вы сейчас ее видите. Это вот такой вот клапан, или я не знаю, как его назвать, вот с такой металлической петелькой. И пригодились карабины уже от другой сумки, но которые тоже сюда очень-очень подошли. Значит, начала я вязать вот этот ремешок к сумке, естественно, сразу вот с этой металлической части карабина, то есть обвивая карабин, и пошла вязать просто столбиками без накида. Здесь буквально 5 петелек. Пошла вязать ремешок нужной мне длины, и закончила, естественно, другим карабином, тоже так же обвязывая, сразу ввязывая металлическую часть вот этого карабина. То есть здесь ничего не пришивалось. Сразу все ввязывалось. И начало, и конец этого ремешка. Обычные столбики без накида. Дальше я просто пряжей другого цвета, вот вы ее видите, это Семеновская Ирина, пряжа с вискозой, поэтому вот такой характерный, красивый блеск, я сделала дорожки тамбурным швом. Сразу одним ударом убила двух зайцев. Это, во-первых, и как декоративная строчка у меня получилась, еще это придало жесткость ремню. Поскольку это все-таки вязаное полотно, столбики без накида, конечно, это плотное вязание, но все равно ремешок вытягивался. Поэтому я прошлась, вот вы видите, здесь пять петелек было и пять дорожек тамбурного шва. Получилось очень красиво и гармонично. А что же еще изменилось в этой сумке от крайнего видео, где я показывала ее? Посмотрите, это моя первая вышивка. Я добавила к этим вот розам, к этой аппликации, вот такую а-ля травку. Ничего никуда не смотрела, просто по наитию. Вот как в голове у меня представлялось, как должна выглядеть эта травка. Я просто вдела ниточку в иголку и орудовала иголочкой. Тем самым вот вывязалась вот такая красивая травушка-муравушка. Очень хорошо вписалась в эту аппликацию. Здесь вы видите два оттенка этой травки. Сначала был просто салатовый, но как-то смотрелось блекло. Поэтому я добавила коричневые вот этой пряжи, которые, кстати, вязались вот эти вот листики. Это троицкая астра. Такая достаточно плотная пряжа, хорошая скрутки, жесткая такая, которая держит форму. И получилась совершенно другая картина. То есть, все стало выглядеть ярче. Если бы, повторюсь, был бы просто салатовый цвет, смотрелось бы совершенно по-другому. И последний штрих, который я добавила к этой сумочке, это, пожалуй, самое сложное, на мой взгляд, что мне тяжело далось и медленно. Вот вы видите вот эту зеленую обвязку. Я цеплялась прямо за машинный шов, который первоначально был сделан на машине. Вот вы его сейчас видите. Вот он. С другой стороны я цеплялась крючком 0,9, по-моему, чтобы попасть, ну, поддеть вот эту вот строчку машинную. И тем самым я вывязала вот эти такие, так скажем, лампасы, которые подчеркнули общий вид сумки. И, в общем, все пришло в какое-то гармоничное русло. Я опять оставила свою вот эту сумку, сумку-авоську, которая была вывязана до этой сумки. И теперь фаворитом является вот эта моя сумочка, с которой я в последнее время хожу на работу. Очень удобная, очень легкая. То есть на работу иду, несу сумку вот за эти ручки, потому что тяжелая, потому что я беру с собой обед и ужин на работу. А уже с работы, когда сумочка полегчала, я уже иду и несу ее через плечо. Очень-очень удобно. Так вот, мои хорошие, чтобы недолго, ненадолго затягивать видео, хочу вам показать, как можно вывязать шнур очень просто и легко из трикотажной пряжи. Это может быть... Ой, шнур. Ремень. Ремень или ручку для сумки. Кому интересно, оставайтесь, и я покажу, как я это делаю. Вот такой ремешок, который вяжется очень легко и просто, я предлагаю вам сегодня связать вместе со мной. Ну, а прежде, чем мы приступим вязать вот этот красивый ремешок, я хочу ответить на один вопрос. Вы меня спрашивали, как вы встраивали кнопки в сумку. Мои хорошие, вот эти кнопки, видимо, вы невнимательно смотрели, это пришивные кнопки. Естественно, очень просто. Я просто пришила эти кнопки к сумке, вот за эти металлические ушки. Кнопки достаточно мощные. Покупались на Алиэкспресс. Вот ответная часть. Это магнитные кнопки. Вот видите, как она, с какой силой прищелкивается, эта кнопочка. Поэтому, кого заинтересовало, заходите во вкладку в сообществе. Там есть пост со всеми ссылками, которыми я пользовалась, где я покупала. И спицы там, да много там чего, и кнопки, и пуговицы. Поэтому, вся информация есть во вкладке в сообществе на главной странице канала. Будьте внимательны и пользуйтесь этой информацией, кому она интересна. Ну, а мы с вами сейчас приступим вязать вот этот, эту ручку, этот ремень, скажем так, который можно использовать и как ремень для сумки, да и просто как ремень для одежды. Можно также связать и ручки для сумки, и для рюкзака, и с трикотажной пряжи. Ну, а прежде, посмотрите, какая погода у нас за окошком. Сегодня очень ветрено, но не холодно. Вот вы можете увидеть эти порывы ветра. Видите, какое ветрило на улице. С утра был дождик, сегодня ветер, но солнышко, и глазу приятно, и очень красивое небо. Ну, это небольшое отступление. Давайте покажу, как вязать этот ремень. Итак, вяжем ремень. Вы можете набрать большее количество петель, но больше 8, я думаю, вязать будет неудобно. Все-таки это ремень. Провязали столбики без накида первый ряд, ну, то есть воздушные петли, и первый ряд просто столбики без накида. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы входим крючком вот так вот снизу, но нужно рассмотреть, значит, здесь вот, видите, вот так вот я подвигаю, сейчас вы все поймете. Будет две ниточки. Вот нам нужно захватить не вот эту ниточку, а вот та, которая ближе к нам. Вытащили. Опять между вот этими двумя петельками входим, поддеваем и вытаскиваем. Опять между петлями входим, поддеваем и вытаскиваем. То есть у нас ниточка идет с конца, а вязание у нас здесь. Это похоже на туниское вязание. И вот вытащили. Теперь снизу набрасываем вот так вот ниточку на крючок и протаскиваем через все петельки. Если через сразу не получится, можно вот так вот поочередно продеть эти петли через все петли. То есть продеть ниточку через все петли. Все. Больше здесь никакой сложности нет. Опять распределили. Опять ниточка у нас находится в конце вязания, а начало вот здесь. и делаем то же самое. То есть входим снизу, видите, снизу. Вхожу, вот нахожу вот эту вот. Сейчас, вот она. И подтянули. Вытащили, вернее. Опять между петлями и вытащили. Вот они, две петельки наши. Вытащили. О, слышите, какие порывы ветра. И последнее. Вытащили. Вот у нас пять петель на крючке. Накид пряжи. И вот так вот можно поочередно, а можно одним махом вытащить ниточку через все петельки. Все. Подтянули немножко, вытащили петлю, ну, чтобы перейти на другой край, и чтобы вот здесь получалась красивая косичка. И повторяем вязание до того момента, какой длины нам нужен наш ремень. Между петлями, видите, вошли и вытащили. просто очень хорошая идея для ручек сумки и для всевозможных ремешков. снизу захват и через все петельки протаскиваем нашу вот эту петлю или нашу ниточку. Я смотрю в камеру, поэтому не обессудьте. Так, вот здесь сорвалась у меня петля. когда вы будете сидеть удобно, все будет гораздо проще. Вот, вот так. Я думаю, что это понятно. Не затягивайте слишком петли и вязание повторяется. Вот так вот он выглядит с другой стороны в принципе так же как и здесь вот вроде то лицо, а здесь вот изнанка. Вот такой эластичный и очень на мой взгляд симпатичный ремешок у вас получится. Так что не обязательно покупать сумки, можно сумки связать. Такой же ремешок можно связать из джутовой вот этой вот пряжи. Я в принципе сейчас вам еще раз покажу вот из этой джутовой пряжи. Но пряжа должна быть более так скажем хорошего качества. Я покупала, вернее Лешик покупал пряжу чисто вот для того, чтобы ну для упаковки так скажем каких-то вещей и это потом мне идея пришла связать что-то из этой пряжи. Джутовая пряжа бывает разного качества. Я к чему все это говорю? Можно связать и из джутовой пряжи, но если она у вас равномерная. У меня эта пряжа была неравномерная, попадались такие какие-то пакли, какие-то утолщения, поэтому мне очень неудобно было вязать вот этот ремень, хотя идея была изначально тоже связать ремешок сюда именно вот таким макаром, но от нее отказалась, поскольку пряжа была ненадлежащего качества, и вот вытаскивать ниточку через все петли, когда у вас какие-то утолщения по пряже было мне неудобно, поэтому я связала вот здесь просто столбиками без накида, но если джут будет хорошего качества, то красивый получается ремешок, так что мои хорошие, вот такое коротенькое видео, надеюсь оно вам понравилось и было полезным, если понравилось поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, на моем канале много всего интересного, ну а на этом я буду заканчивать свое короткое видео, я вас всех люблю и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока субтитры, 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 Продолжение следует...